Здравствуйте, я Дмитрий Орлов, морской биолог, путешественник, инструктор дайвинг-конструкторов. А еще я многодетный отец, и не понаслышке знаю, какая-то большая проблема, куда засунуть своего ребенка в школьные каникулы. Чтобы это было интересно, полезно, безопасно, и при этом, желательно, не очень дорого. И сегодня мы продолжаем серию выпусков с интересным человеком, Михаилом Сафоновым, который является еще и, по сути, директором пионерского лагеря. Точнее, не пионерского, а, я бы сказал, такого познавательного лагеря на Белом море в Карелии под названием «Полярный круг». Михаил столкнулся с большим количеством очень интересных открытий, проблем, и сейчас мы его попытаем, что же полезного родителям нужно знать для того, чтобы дети были счастливы, довольны и в полной сохранности. Михаил, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вот что бы ты, как директор лагеря, посоветовал родителям, когда они думают, куда же послать ребенка в школьные каникулы, что же выбрать? Я понимаю, что выбор сейчас не очень большой, и после цепи несчастных случаев в той же самой Карелии количество пионерских лагерей сократилось, гайки закрутили, и реально таких вот лагерей полного цикла, куда можно посылать детей, сколько сейчас по стране? Штук, наверное, 200-300 осталось. Честно сказать, не знаю, сколько лагерей работает в стране. Как-то так в своей жизни фокусируюсь на руководстве одним детским лагерем. И сам иногда этому удивляюсь, но в общем и целом не очень располагаю информацию о том, сколько лагерей в целом в России. То есть понятно, что их сейчас меньше, чем было, например, 10 лет назад. Причин этому несколько. А наш лагерь называется Полярный круг, и располагается он на севере Карелии, в том месте, где побережье Белого моря Карельское пересекается с Северным полярным кругом. Ну, к вам приезжают вообще все дети, либо какая-то у вас направленность есть, и дети с такими специфическими интересами? Ну, известен там Артек, Орлёнок, куда приезжают со всей стороны дети, там отдыхать, купаться. А в чём фишка Полярного круга? Полярный круг – это лагерь, для которого подходит слово «лагерь познавательный», и наши программы очень насыщены разными занятиями. Ну, я сейчас перечислю несколько занятий, которые являются профилирующими в детских программах. То есть у нас есть в каждую смену есть параллельно несколько детских программ, и в рамках каждой программы дети занимаются множеством разных занятий, разных дел. Но при этом почти всегда есть какая-то тема профилирующая, то есть занятия, по которой точно проходят, ну, как минимум каждый день. И вот сейчас я такие занятия перечислю. Это биология, геология, океанология, философия, психология, выживание в природе, умение ходить в походы, грести на веслах, управлять парусным судном, разговаривать на иностранном языке. У нас есть программы кинологические, не от слова кино, а от слова кинология, наука о собаках, в рамках которой дети учатся базовым правилам общения с собаками, уходу за собаками, дрессировки собак, как в зимних условиях. Собаки-то у нас все ездовые, и зимой это непосредственно все интегрировано и с процессом езды на собачьих упряжках, ну, а летом это дрессировка, тренинги, совместное прохождение каких-то полос препятствий с собаками, это уже еще интересно. А также у нас есть всякие практики, например, строительное дело и столярное, и плотницкое, ну и, конечно, много всякого рукоделья и много всяких игр, но начали мы все-таки со знаний. Погоди, ты перечисляешь школьные предметы, так это родители хотят там, чтобы дети учились? Это же все-таки школьные каникулы, дети, наверное, хотят отдыхать. Ну, я перечисляю области знания, и основным областям знания, конечно же, соответствуют школьные предметы. Дети к нам приезжают добровольно, и это, кстати, очень важный принцип нашего лагеря, и такая тоже рекомендация родителям, с чего начать, выбирая вариант летнего или просто каникулярного отдыха для своего ребенка, ну, конечно, начать я рекомендую с внимательного отношения к детским потребностям и к детским интересам, то есть чем захочет заниматься именно ваш ребенок, именно тот, которого вы куда-то отправляете. И у нас очень высокая повторяемость приезда детей в наш лагерь. Есть дети, которые к нам приезжают 10 раз, 15 раз за время своей школьной жизни. Ну, а рекордсменом нашего лагеря является ребенок, который сейчас уже взрослый, он уже вырос, но за время своих школьных лет он был у нас в 42 лагерных программах. Это много. А ему сколько лет? Сейчас Артемию 20 лет, и он продолжает к нам приезжать, но уже в качестве взрослого туриста. А много таких вот детей, кто проникся и продолжает приезжать уже в качестве вожатых, педагогов, там даже воспитателями? Ну, у нас лагерь достаточно молодой для того, чтобы уже было прям много педагогов, вышших из лагеря. Молодой – это означает, что нашему лагерю, наверное, 16 лет. Первую детскую программу мы провели в 2005 году. И за это время, конечно же, у нас сформировалась целая плеяда педагогов, опытных вожатых, преподавателей. И, наверное, сейчас я скажу, когда, в позапрошлом году, у нас уже выпускники нашего лагеря, пройдя уже такой немаленький путь после участника детской программы в качестве ребёнка, уже побыли стажёрами вожатых, побыли вожатыми, и уже доросли до руководителей программ. Да, так что коллектив у нас, безусловно, пополняется и за счёт тех, кто был в лагере ребёнком и продолжает в него приезжать уже преподавателям и вожатым. А вот помимо познавательной составляющей, помимо ведения занятий, приходилось ли решать какие-то психологические вопросы подростков с родителями? То есть возникают же наверняка такие ситуации, когда персоналу педагогическому приходилось разруливать такие ситуации? Либо это уже вас не касается? Если можно, я уточню вопрос. Ты имеешь в виду вообще какие-то конфликтные, сложные ситуации или именно взаимоотношения детей и родителей? Взаимоотношения детей и родителей. Конечно же, мы неизбежно оказываемся участниками в том числе и этих отношений, ну, хотя бы просто потому, что дети очень часто искренне рассказывают о тех проблемах, которые у них с родителями возникают и формируются. У нас лагерь небольшой, и на сегодняшний день максимальная ёмкость вот одномоментного нахождения в лагере детей у нас ограничивается 80 участниками. У нас детей, которые к нам приезжают без родителей в пределах 80, ну, почти всегда есть какое-то количество детей, которые сверх этого количества приезжают отдыхать вместе с родителями. Родители отдыхают у нас в туристическом центре. Это такая тоже, ну, довольно редкая для детского лагеря опция, когда можно родителям приехать вместе с детьми, и не скучно ни детям, ни родителям. Они могут жить вместе, допустим, но с утра ребёночек уходит прямо с позаранку на занятия в детскую программу и возвращается к родителям вечером, а родители весь день могут, ну, например, погружаться с аквалангом в Белое море или участвовать в интересных экскурсиях, в которых у нас тоже очень мощная интеллектуальная компонента образовательная. У нас и для взрослых тоже много занятий. Ну, наверное, такой основной профилирующий предмет в наших экскурсиях – это, конечно же, биология. Ну, мы же находимся прямо в такой девственной, дикой северной природе, и вокруг нас очень много всего интересного в животном, растительном мире и тайге, и Белого моря. Ну, и в этих условиях естественным образом у нас на первом месте стоит именно биология как дисциплина, контента образующая дисциплина вот наших экскурсий, опять же, и для детей, и для взрослых. И возвращаясь к теме конфликтов внутрисемейных, конечно же, наши вожатые очень часто оказываются доверенными лицами детей, которые рассказывают про какие-то сложности, которые у них возникают и развиваются в отношениях с домашними. Ну, в первую очередь, с самым близким кругом, а самый близкий круг – это родители и родные братья и сестры. Для того, чтобы наши вожатые в этом плане могли детям помогать, я бы сказал, могли помогать семьям, да, то есть и детям, и родителям находить общий язык и конструктивно решать возникающие проблемы, которые иногда опираются на просто непонимание друг друга, а иногда опираются на довольно серьёзные, ну, такие личностные противоречия, иногда и ценностные противоречия, которые возникают между одним поколением и другим в семье. И все вожатые, работающие с детьми, проходят перед участием в первой смене лагеря, в первой программе лагеря полярных рук в качестве именно педагога. Перед этим проходит школу вожатых, нашу школу, организованную нашим же лагерем. И в рамках этой школы мы, в рамках именно первого курса этой школы, базового курса, который обязательно для всех педагогов, дальше у нас допускаемых к работе с детьми, базовая часть – это изучение педагогической платформы, то есть некой общей единой системы ценностей и методик, согласно которым педагог, работающий с детьми, принимает решение о том, каким образом ему отреагировать на события, которые происходят в педагогическом пространстве. Ну, там очень простой пример. Один мальчик дёрнул девочку за косичку, а другой, увидев это, дал ему подзатыльник. Ну, заступился за девочку. И это всё произошло на глазах у нескольких педагогов. И должен сказать, что если мы изначально не состроили нашу систему представления о том, что правильно, как правильно и как неправильно реагировать на действия детей в педагогическом пространстве, если мы изначально это не скоординировали, то три разных педагога с разным педагогическим опытом, а иногда по формальным признакам с очень похожим педагогическим опытом, ну, например, все отработали от 10 до 20 лет учителями в общеобразовательной школе. Оказавшись свидетелями данного события, которое я описал, они могут отреагировать очень по-разному. Кто-то вообще не заметит, кто-то заметит и начнёт кого-то ругать, а кого-то хвалить. Причём в данном случае иногда даже диву даёшься, кого могут начинать, ну, скажем так, критиковать, а кого, наоборот, поддерживать вот в подобной ситуации. И для того, чтобы наши действия были так иначе направленными на пользу для детей, то есть на именно позитивное развитие и развитие, ну, в данном случае, социальных навыков поведения в группе, для того, чтобы детям в итоге разбор этой ситуации приносил пользу, наши действия должны быть системными, и они должны быть обязательно сонаправленными. То есть так или иначе, если педагоги работают в одном педагогическом пространстве, то, пронаблюдав какое-то одно действие детское, ну, одно и то же, они должны так иначе отреагировать более или менее одинаково. Они не могут отреагировать абсолютно одинаково, и это нормально, потому что все люди разные, у всех людей разный опыт, разный характер, но их норма реакции должна находиться внутри определённого заранее описанного интервала. И во время наших занятий на школе вожатых самое главное, на что тратится время, это именно на изучение внедрённой в полярном круге педагогической платформы, то есть системы педагогических представлений и методов, которые, если мы осваиваем, внедряя эту педплатформу, мы это педагоги, то, опираясь на одну и ту же педагогическую платформу, разные педагоги с разными характерами и разным предыдущим опытом жизненным на одни и те же поступки детей будут реагировать предсказуемо определённым образом. А вот эта реакция зависит от цеховой принадлежности преподавателя. Например, школьные учителя реагируют вот так, а, например, сотрудники научной МГУ по-другому. В принципе, в современной педагогике очень мало организаций, про которые мы можем сказать с уверенностью, что там внедрена некая единая педагогическая платформа. В очень хороших школах и очень хороших, я бы сказал, педагогических пространствах, это может быть хорошая школа, это может быть хороший детский сад, это может быть хорошая детская секция, детский лагерь, который полномерно и преемственно развивается регулярно обновляемой, но сохраняющей традиции группой специалистов-педагогов. Вот если мы рассматриваем пример вот такой, ну, скажем так, хорошей и уже сформировавшейся педагогической среды, то в ней очень часто педагоги ведут себя, ну, скажем так, находясь в одних и тех же рамках, то есть более или менее сонаправленно, потому что у них многолетний опыт совместной работы. И такие педагогические пространства мне известны, ну, и в нашей стране, и в мире, но их достаточно мало. Но даже в таких педагогических пространствах, как правило, нету именно внедрённой некой методики, ну, условно говоря, некой брошюры, прочитав которую и сдав по знанию которой зачёт, педагоги дальше пользуются одной и той же педагогической методикой, ну, в вопросах воспитания и, ну, например, решения конфликтов. А есть вообще какая-то методология общепринятая по обучению детей, подростков экстремальным видом прикладного спорта, вот, рыбалки, гребли, походам? Единой общепринятой методики такой мне найти не удалось. Получается, вы методику с нуля сами создавали, придумали на основании опыта? Конечно, да. Ну, то есть мы создаём её не с нуля, мы всё-таки опираемся на предыдущий опыт, накопленный человечеством, ну, не на весь, а на тот, до которого мы в состоянии дотянуться, то есть откуда мы в состоянии черпануть те или иные правила, принципы и подходы. Как-то неудивительно, но некоторые идеи Макаренко, которые были сформированы примерно 100 лет назад, они, ну, остаются достаточно актуальными и в нашей жизни, то есть они носят, ну, некоторый такой, как сказать, характер, ну, наверное, универсальный, но это всего лишь, опять же, некоторые отдельные идеи. А общепринятой какой-то методике педагогической, которую вот можно взять, например, да, и изучить. Например, мы нашли такую методику, нашли место, где ею можно овладеть, и направили туда наших вожатых на какие-то курсы. Вот такой методики нам найти не удалось. Углублю вопрос. Смотри, вот я являюсь членом технического комитета по стандартизации дайвинга, при Росстандарте. И дайвинг у нас в стране стандартизирован, всё разложено по полочкам. А вот недавно случилась трагедия при восхождении на Льбрус, ты слышал наверняка, да, когда несколько человек погибло. Я стал разбираться в ситуации, оказывается, что в альпинизме и в горных походах такой стандартизации нет. Вот в обучении детей каким-то экстремальным прикладным видом спорта. Есть ли какая-то единая методика? Например, родители решили послать ребёнка в лагерь по выживанию. Они могут послать его в полярный круг, могут послать куда-то, скажем, на Алтай. Вот методика она будет отличаться, либо она будет единой? Описанной тобою общепринятой методики не существует ни в нашей стране, ни насколько мне удалось изучить опыт других стран, пространств педагогических, тоже не существует. То есть, иными словами, есть единые стандарты по, например, организации пожарной безопасности в детском общежитии. Вот правила пожарной безопасности есть, единые и стандартные. Они есть отдельно для стационального детского лагеря, они есть отдельно для палаточного детского лагеря, они прописаны. Есть нормы и правила санитарной эпидемиологической безопасности, то есть охраны здоровья. И здесь санитарные нормы и правила прописаны и стандартизированы. А вот мне понравилось, ты перечислял, среди программ, строительная программа, это некий штрафбат. Вот зачем родители посылают детей на стройку? И что они строят? Нет, это скорее строительный рай. Это такая программа, в рамках которой дети осваивают навыки работы с деревом, начинают со столярного дела в столярной мастерской и заканчивают обычным плотинским делом на какой-то вот уже площадке, когда нужно что-то построить. Ну, например, вот в этом году у нас дети, участники строительной программы, построили замечательную беседку с костровым местом посередине, с таким небольшим как бы каминчиком посередине. Так вот, возвращаясь к стандартам, общепедагогических стандартов и стандартов организации какой-то туристической деятельности с детьми на природе, в нашей стране нету, и, насколько мне известно, и в других странах тоже нету. То есть, иными словами, если вы отправляете ребёнка в лагерь, где в программе написано «поход», Это может быть всё что угодно. Это может быть всё что угодно, да. То есть, поход в тайге, поход по реке, поход по озеру, поход по морю, на лодках, или пешком, или в горах единых стандартов нету. Всё то же самое относится и к, я бы сказал, общепедагогической и общевоспитательной работе. Нету каких-то общих правил. Ну, например, один ребёнок дал другому задачи за что-то. Ну, есть закон Российской Федерации, который в целом защищает нас от рукоприкладства. Но, если это, допустим, дети, которым 10 лет, ну, в общем-то, закон будет по отношению к ним практически неприменим. То есть, здесь никакой меры ответственности не возникнет. И чисто формальный подход, ну, скажем так, в рамках правовой системы, он не даст никакого результата. А если мы начнём анализировать, а как было правильно в этом случае давать сдачу или не давать сдачу, например, да, постоять за свою честь и достоинство самостоятельно, или не делать этого, потому что давая сдачу, ты же тоже нарушаешь существующие нормы закона в обществе. А вот это уже вопрос оказывается сложный. И единого стандарта о том, как, например, такой конфликт должен быть разобран преподавателями. Единых стандартов нет. Нам в рамках нашего лагеря удалось разработать единую педагогическую платформу. Мы её начали, ну, скажем так, формализовывать в виде каких-то правил чуть больше 10 лет назад. И, наверное, уже 5 лет назад она у нас уже была и вербализована, и дальше прямо вот написана в виде документа, в виде таких документов, как кодекс вожатого детского лагеря «Полярный круг», и регламент работы детского лагеря «Полярный круг». То есть теперь физические наказания регламентированы? Здесь очень важный вопрос, что такое физические наказания. Дело в том, что само по себе слово «наказание», слово «наказание», оно у нас исключено. То есть у нас нет такого понятия, как «наказание» по отношению к ребёнку, который нарушил какие-то наши договорённости. У нас, вот именно наша педагогическая платформа опирается на абсолютно ясные, чёткие, прозрачные договорённости, которых мы достигаем со всеми детьми, которые приезжают в лагерь. Первым принципом, на который опираются все эти договорённости, является уважение каждого к каждому. И следующий принцип – это добровольность, которая предполагает, что мы очень рады в лагере всем людям, которые добровольно хотят принять участие в программе. Скажем так, если ребёнок не хочет оставаться в лагере, то у нас нет возможности его в лагере оставить. Хорошо, если ребёнок хочет оставаться в лагере, но он не хочет делать то, что от него требуется. Он не хочет соблюдать дисциплину, вставать вовремя, делать зарядку, выполнять какие-то задания. Всё, что сейчас ты перечислил через запятую, делать зарядку, выполнять задания. В какой-то программе зарядка может быть обязательной частью этой программы. Хорошо, ребёнок не хочет делать обязательную часть программы. Да, вот так правильно сформулировать. Если ребёнок не готов участвовать в обязательных элементах программы, ну, например, у нас в программе занятия по биологии, а он говорит, а я не хочу ходить на занятия по биологии, то мы тогда можем ему предложить перейти в другую программу, если параллельно есть другая программа без занятий по биологии, ну, а там, например, могут быть занятия по философии. Или она может быть целиком морская, это может быть занятие парусное, по парусной подготовке. И если в другой программе у нас есть вакантное место, что совсем не обязательно, то мы такому ребёнку можем, который отказывается, например, от биологических занятий в той программе, в которую он изначально записался, то мы ему предложим альтернативные варианты, если, опять же, повторюсь, они у нас есть, может оказаться такая ситуация, что ни в одной из параллельно идущих программ нет ни одного свободного места. Все они заняты. Но если они есть, и если этот ребёнок подходит под требования к участникам программы, а требования они могут быть как возрастные, так и включать в себя уже имеющиеся какие-то знания и умения. Ну, если ребёнку неинтересна философия и биология, он хочет хулиганить. Вот в случае хулиганства. Если, сейчас, я не могу сказать, я пока без хулиганства, просто разберём ту ситуацию, когда ребёнок просто отказывается от биологических занятий в биологической программе. Да понятно, отказался от биологии, далее философии, окей, всё нормализовалось. Вот я должен это говорить до конца, потому что это существенно. Я вот и с детьми, и с детьми, когда мы этот вопрос обсуждаем, так же очень важно, чтобы ребёнок полностью ознакомился с всеми предлагаемыми возможностями. Итак, если ни в одной программе параллельно нет свободного места, а в своей программе он на занятия обязательные, которые являются обязательными и ходить не хочет, то значит, у него есть единственный вариант уезжать домой. И мы об этом с каждым ребёнком договариваемся в первый день программы. И на эту договорённость мы тратим довольно много времени. Ну, по сути, это не просто какой-то формальный договор, вот прочитайте, поднимите руки, все, кто согласен, все за, двинемся дальше. Вот это вот заключение некого общественного договора всех вожатых со всеми детьми, всех педагогов со всеми детьми, проходит в рамках, ну, скажем так, некого специального занятия. То есть, мы должны подробно разобрать все основные пункты наших договорённостей, мы должны заранее обсудить, а что будет, если ребёнок от этих договорённостей отказывается, если он их не принимает. Мы изначально детям себя представляем как людей, которые будут их союзниками при любом решении. То есть, ребёнок говорит, я не хочу оставаться в этом лагере, меня здесь всё бесит или что-то одно мне здесь не нравится, но я в этом вот не хочу принимать участие. Мы постараемся предложить альтернативу, но если у нас не получится предложить альтернативу, которая всех устроит, то тогда мы будем союзником данного ребёнка в его желании поскорее вернуться к родителям. А если родители уехали куда-то? Значит, мы заранее должны обсудить с родителями, как нам в этом случае поступать, если они куда-то уехали. Бабушки, дедушки, кто-то должен оставаться, кто готов принять ребёнка в случае, если вдруг ребёнок захочет из лагеря вернуться преждевременно. Через наш лагерь за год в целом проходит примерно тысяча детей. Желание из лагеря уехать к родителям у нас, наверное, высказывается реже, чем раз в год. То есть, раз в несколько лет у нас бывает такое, что ребёнок реально хочет из лагеря уехать. Это происходит, может быть, раз в две или в три тысячи ситуаций. А это происходит потому, что настолько им интересно в лагере, либо вы заранее проводите профилактическую работу, в том числе с родителями, и ребёнок едет туда, представляя, что его ждёт, и он хочет туда попасть. И то, и то. Мы стараемся максимально подробно изначально родителям описать программу, чтобы к нам приезжали те дети, которым наша программа интересна. У нас программы очень разные, то есть, параллельно может идти одновременно и программа, естественно, научная, и программа туристическая, и программа игровая, программа парусно-туристическая, программа философская, театральная. То есть, параллельно идёт несколько разных программ. И большая часть детей, посмотрев на выбор, так или иначе выбирают что-то для себя, что им в большей или меньшей степени нравится. Если ребёнку вообще не нравится ничего из предлагаемых программ, то мы родителей просим не отправлять такого ребёнка к нам в лагерь, если ребёнку самому этого не хочется. Но надо понимать, что, наверное, где-то лет до 10 дети иногда очень, скажем так, не в состоянии ещё сформировать в голове картину предполагаемого будущего, как это всё будет, когда они окажутся в лагере. И родители ребёнка уговаривают, он подписывается под какую-то программу, которая родителям оказалась, скажем так, по датам удобной и по названию родителям понравилась. Ну вот, например, что-то у нашего ребёночка сложно даётся язык в школе, давайте-ка мы его отправим на языковую программу в лагерь. То есть какой-то процент детей, конечно же, к нам приезжает, ну, скажем так, случайно оказавшимися на той программе, в которую они записаны родителями. И здесь задача наших педагогов сделать так, чтобы и такому ребёнку программа понравилась, при этом мы не можем же её, ну, скажем так, если это программа, куда записались дети-биологи, которым интересна биология, мы же не можем её сделать очень мало, вместо неё сделать сплошной, так сказать, футбол и игры, потому что у нас есть там два ребёнка из 30, например, которым не хочется столько биологии. Это будет неправильно по отношению к другим детям, которые выбрали именно биологическую программу. Но мы должны постараться эти занятия сделать для детей настолько интересными, чтобы было и увлечённым биологам интересно, и, ну, довольно случайно попавшим ещё не очень биологам тоже было интересно. И, как правило, нам удаётся. Но очень важно, что на первом этапе вхождения ребёнка в наше периодическое пространство мы с каждым ребёнком обсуждаем основные правила. Они у нас написаны на бумаге, они ясны и чётко сформулированы, и они обязательно должны быть проговорены устно, потому что ребёнку недостаточно дать просто грамотно написанный документ. Важно проговорить, разобрать на каких-то примерах, предложить вместе проанализировать, а вот если, допустим, вот так что-то кому-то не понравится, а если кто-то захочет завтра уехать к родителям, как мы будем это организовывать? Чтобы дети поняли, что мы к этому их праву покинуть лагерь относимся всерьёз, что это не пустые слова, и они должны вот сейчас принять решение. Они действительно хотят остаться в лагере или они уже сейчас хотят уехать домой? И в этот момент ребёнок решение принимает самостоятельно, возможно, из Москвы, из города, из Питера, из Мурманска он выезжал, не приняв самостоятельного решения, по инерции. Родители сказали, в лагере, ну, значит, в лагере, а чего я, я всё равно не смогу поспорить, пробовал раньше, получалось плохо, значит, еду в лагерь, что же делать? Он приехал в лагерь, оказалось, что там всё не так плохо, как, возможно, изначально казалось, если ему не хотелось приезжать, даже рассматриваем такой крайний случай. Всё, оказывается, интересно, вожатые, приветливые, преподаватели интересные, природа славная, чаем с дороги напоили, пирожками накормили вкусными, и с уважением к нам детям предлагают договариваться о соблюдении каких-то правил. Ну что ж, интересно, послушаем. Правила оказываются разумными, их неглупые люди в доходчивой форме, скажем так, уважительно относясь к детям, объясняют и рассказывают. И дальше у ребёнка возникает вопрос, он или поднимает руку, да, я согласен соблюдать правила и готов добровольно принимая решение оставаться в этом лагере, или отказываться от этого и идти на, в общем и целом, достаточно хорошо предсказуемый для него конфликт с родителями. Если ему раньше не удалось отказаться, то уж сейчас из лагеря звонить и говорить здесь всё ужас, 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 мне не нравится, хочу домой. Будет тоже непросто. А альтернатива, оказывается, вполне себе приемлемая. Но ему нужно сейчас самому принять решение, у него, теперь уже не у родителей спрашивают, ваш ребёнок поедет в лагерь или не поедет, а у ребёнка у самого спрашивают, ну что, ты остаёшься в этом лагере или всё-таки хочешь вернуться домой? И вот в этот момент ребёнок принимает, возможно, первый раз в жизни с кем-то это происходит, он принимает самостоятельное ответственное решение, оборотной стороной которого является обязательность в соблюдении тех правил, которые, опять же, ему предлагается изначально обсудить, проанализировать, проговорить, возможно, с чем-то не согласиться, предложить какую-то свою версию этих правил. Но в конце концов мы все должны консенсусно, то есть стопроцентно все, согласиться с некоторым набором общих принципов нашего взаимодействия. И вот если мы изначально эти принципы продумываем, ясно и разумно формулируем, если они опираются на здравый смысл, и мы этот здравый смысл детям в состоянии объяснить, донести, если дети понимают, что изначально от них этого никто не скрывал, если они сами этого не прочитали, то просто потому что не поленились или не захотели, то в общем и целом те дети, которые до нас доезжают, они больше, чем на 99% в итоге правила принимают, и дальше, разбирая все конфликты, сложные ситуации, упомянутые тобою изначально хулиганство, которое тоже, конечно же, имеет место быть, да, мы, разбирая любой детский поступок, апеллируем к тем договоренностям, к которым мы с ребенком пришли в первый день его приезда в лагерь. И вот такая полная ясность и добровольная договоренность, конечно, очень сильно повышает уровень ответственности, внутренней, в первую очередь, моральной ответственности каждого из нас, и каждого вожатого, и каждого ребенка за следование тем принципам, о которых изначально мы договаривались. Слушай, ну вот я человек закаленный в советских лагерях, пионерских. Шести лет, каждое лето я проводил сначала в пионерских лагерях, потом в спортивных, трудовых, и, конечно же, то, что ты рассказываешь о договоренности, то, что вы с каждым ребенком договариваетесь, можно сказать, торгуетесь. Это, конечно, удивительно. То есть бывали такие ситуации, что ребенок говорит, я с этими правилами согласен, а с этими нет. Допустим, я хочу пользоваться айпадом, например, или смартфоном, а без этого все, тогда я уезжаю. Вы идете на встречу, торгуетесь? Все дело в том, что на сегодняшний день вот те правила, о которых мы договариваемся с детьми, они прошли уже, скажем так, в рамках только нашего лагеря, уже 15-летнее тестирование. Ну, скажем так, 5 лет назад они уже были очень хорошо прояснены, четко прописаны, и мы во всех наших правилах изначально исходим из пользы для ребенка. То есть мы опираемся не на желание вожатых договориться с детьми так, чтобы вожатым было попроще, а мы все правила описываем так, чтобы они соответствовали вот нашим собственным представлениям о том, как полезнее всего для развития детей. И дети, если не жалеть времени на объяснение, почему у нас вот такое правило существует, а не другое, ну, практически всегда соглашаются с разумными аргументами. Если взрослый человек не отмахивается от ребенка и не говорит, слушай, будет так, потому что мы здесь главное, и так решили, а объясняет, в чем смысл, ну, например, ограничение использования мобильными телефонами. Как вы ограничиваете? Ну, значит, у нас по мобильным, скажем так, по электронным гаджетам, это, конечно, один из самых таких интересных моментов. Примерно половина лагерей детских на земном шаре на сегодняшний день исключают использование электронных гаджетов во время смены. То есть примерно в половине лагерей. И в России, и в Америке это все, ну, примерно плюс-минус, плюс-минус одинаково. В половине лагерей дети сразу сдают мобильные телефоны, пересекая границу лагеря. И получают их на какое-то время в сутки, чтобы сделать, допустим, звонки родителям. И в половине лагерей мобильные телефоны не отбираются, но на них есть определенное регулирование, как и в любой школе есть. Ну, например, в любой школе есть правило, что на уроке нельзя разговаривать по мобильному телефону. Есть школы, в которых и на перемене нельзя разговаривать по мобильному телефону. В нашем лагере по гаджетам регулирование следующее. Мы телефоны оставляем у детей, но есть определенные ограничения на использование телефона во время занятия. Ну, по сути, у нас есть, скажем так, три разных профиля использования телефона. У нас есть правило использования телефона на занятиях, есть правило использования телефона в перерывах между организованными занятиями в дневное время от подъема до отбоя, есть отдельно правило использования телефона в ночное время от отбоя до подъема. И по каждому интервалу времени есть понятные, простые, достаточно естественные для каждого ребенка ограничения, то есть любой нормальный ребенок принимает с готовностью правило, что на занятиях нельзя разговаривать по телефону. И это для всех является нормой. Если к нам приедет ребенок, который скажет, а я хочу иметь право на занятиях разговаривать по телефону, не выходя из того помещения, где проходят занятия, то мы постараемся его убедить, принять все-таки наше правило, ну, или ему придется уехать домой. То есть понятно, что из-за одного ребенка, который будет требовать для себя право разговаривать по телефону во время занятия, мы не сможем отменить этого правила. Почему? Потому что его отмена будет против интересов всех остальных детей, которые хотят на занятии на интересном находиться, чтобы развиваться, чтобы обучаться мастерству управления парусным судном, или слушать интересную лекцию про, например, гендерную разницу высшей нервной деятельности, высших млекопитающих, к примеру. И в данном случае, ну, наверное, даже у нас просто не было ни разу такой ситуации, чтобы кто-то из тех тысяч детей, которые прошли через лагерь, вдруг начинали требовать право разговаривать по телефону на занятиях. То есть справедливость этого ограничения для всех очевидна, и всем понятно, что это в интересах большинства. А в перерывах между занятиями у нас дети могут разговаривать по телефону. Но, например, в перерывах между занятиями в дневное время не могут пользоваться электронными играми и развлечениями. То есть у нас есть ограничения на электронные игры в течение времени от подъема до отбоя. А вот, например, после отбоя, находясь в своей комнате и пользуясь наушниками, могут пользоваться электронными играми и развлечениями тоже с определенными границами, которые тоже очень разумны, понятны и так или иначе направлены на то, чтобы дети с утра не просыпали подъем и не засыпали на занятиях. Я хочу сказать, что с детьми в начале каждой программы мы это обсуждаем так же подробно и так же детально, если задается такой вопрос. То есть если вопросы не задается, то, наверное, так же детально и так же подробно, как сейчас мы проговариваем, как мы можем пользоваться телефоном. А если дети задают вопросы, то мы на них отвечаем подробно, аргументируя свою позицию и апеллируя уже имеющимся у нас договоренностям, которые уже достигнуты. Те, которые уже достигнуты, мы отменить не можем. А новые договоренности, можем к ним приходить вот сейчас. Разумно, разумно, замечательно затронули бесконечную такую тему. Спасибо, Михаил, за увлекательный рассказ. Было очень интересно послушать про вот такие взаимодействия современные. Я напоминаю, что вы слушаете подкаст «Мире дайвинга и туризма», и сегодня мы поговорили с Михаилом Сафоновым про детский отдых, про детский туризм. Всем слушателям подарок. Ну, для этого нужно позвонить по телефону 495-925-7799 и сказать заветное слово. Подкаст «Мире дайвинга и туризма», и вы получите в подарок англо-русский, русско-английский словарь, в котором много полезных терминов для тех, кто любит путешествовать. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Орлов, морской биолог, путешественник, инструктор дайвинг-инструкторов. До новых встреч в эфире.